Вы пришли аккаунт удалять с госуслуг? Про что? Какой аккаунт? Мы на прописке пришли. Людей, которые пришли в МФЦ удалять аккаунт, сегодня нам найти не удалось. Очередей мы тоже не увидели. Как говорит руководство, работа идет в привычном режиме. Сплеска на удаление незаметна. Федеральная полемика началась с того, что 31 марта Минобороны России, рассказав о планах по весеннему призыву, сообщила, намерена рассылать повестки и в электронном виде. Сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача. В ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом, в случае отсутствия технической возможности, оповещение будет проводиться и по старинке, путем вручения повесток. Параллельно пользователи заметили, на портале госуслуг исчезла опция удаления учетной записи. Новость принялись комментировать федеральные политики. Это как раз была одна из целей, минимизировать процент уклонистов. Если пришла повестка через госуслуги, нужно выполнять. Вручение в электронном виде – то же самое, что и лично. Я таких норм закона не знаю. Возможно, уважаемый коллега депутат Швыбкин так и считает. Но закона такого нет. Порядок получения повесток прежний. Во-первых, закон не обязывает гражданина иметь запись на госуслугах. Во-вторых, человек вправе как завести запись, так ее и удалить в любой момент. У нас в действующем законе нет никаких повесток через госуслуги. Если будут изменения в закон, то мы будем говорить об этом. На сегодня ничего подобного нет. В свою очередь, в Минцифре страны сообщили, изменения в работе госуслуг не связаны с повестками. Так совпало. Но введение призвано обезопасить от взломов личные кабинеты. Теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ. Напоминаем, что существует возможность отключить уведомления от госорганов в разделе «Уведомления личного кабинета». Минцифра сообщает, что удаление аккаунта на госуслугах не является уклонением от службы в армии. Как отметили в МФЦ «Татарстан», услуга удаления подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуг России» у них была и ранее. И она продолжает действовать во всех отделениях. Предварительно записываться не нужно. Также по живой очереди приходите, талон берете и принимают. Сотрудник МФЦ не имеет права заходить лично на кабинет заявителя. Он просто берет заявление на удаление его учетной записи. Это все направляется в систему. Вообще по регламенту до пяти рабочих не проходит, но по опыту, если все работает хорошо, то удаляется в день подачи. Как сообщили в Минцифре Татарстана, госуслуге республики изменения не коснулись. Посещать МФЦ не нужно. Действует другая система удаления учетной записи. Когда человек хочет в первую очередь удалить личный кабинет, у него есть два варианта. Первый – это отправить письменное заявление непосредственно в адрес Минцифры, либо в ГКУ Центр Цифровой Трансформации. Второй вариант – это когда человек уже не пишет письменное заявление, просто заходит в личный кабинет портала госуслуговского Татарстана, нажимает «Удалить персональные данные», удалить личный кабинет, ему при их поступает звонок. И надо необходимо ввести последние четыре цифры номер телефона, с которого поступил звонок. И наши разработчики уже удаляют всю информацию, которая хранилась у нас на серверах. Пока получается четкой и внятной позиции по электронным повесткам нет, надо ждать заявлений от Минобороны, затем изменения в закон. Дмитрий Айрин, Лисан Саидова, ТНВ, Казань.